Многоквартирный дом, сосед пятиэтажки, разрушенный в результате взрыва газового баллона в 2022 году. Пройдет повторное обследование. На этом настояли собственники квартир. Жители говорят, стены полувековой хрущевки продолжают деформироваться даже после сноса соседнего строения. И выходов из ситуации видят два. Или сносы расселения, или капитальный ремонт. Оценить масштаб проблем югорчане пригласили заместителя губернатора. О результатах встречи расскажет Кирилл Волкунский. Трещины в оконных проемах, межпанельных швах. Краска, штукатурка, цемент от фасада отслаиваются и сегодня. Дом 4А по улице Мира продолжает разрушаться, хоть местные чиновники говорят об обратном, объясняют заместителю губернатора жители. После сноса соседней пятиэтажки, она пострадала от взрыва 4 декабря 2022 года, ситуация ничуть не улучшилась. Сказали, что дом самовосстановился у нас. Вы же в курсе этого? Присутствовали тогда? Мне интересуют гарантии. Нам сказали, вам предоставим гарантии, что с вашим имуществом ничего не произойдет. До сноса к нам домой даже никто не зашел. Хотя я просила провести оценку квартиры, чтобы вы видели, в каком состоянии она была до момента сноса. И после. И после. Никто это у меня отказали в оценке и страховании. В квартирах первого подъезда ситуация ничуть не лучше. Больше остальных пострадали два жилых помещения на первом этаже. После демонтажа арочных перекрытий собственники провели косметический ремонт. Ситуацию это не спасло. И вот это вот все там, вообще порвало все. Вот это все. Ну, смотрите, оно выгинает. Где вот эксперты, то сюда смотрят. Оно все просто выгинает. Смотрите, оно все отходит. Там комната вообще все провалилась. Вот это все мы перед Новым годом все клеили. Все заново, чтобы Новый год хотя бы встретить. Здесь у нас обои отходили. Приспоставили вот маячки. Но они все равно опять отходят. Маячок треснул. Она идет на всю стену. Там она осыпается постоянно, вываливается. Вот пусты. И вот как раз убирали все. Повреждены несущие стены и в квартирах на верхних этажах. Собственники настаивают. Дому после такой встряски необходим капитальный ремонт. Излом идет. Ну, должен ломаться, да? Ну, это когда уже совсем будет там. Вот видите, плитка потрескалась все здесь. Потом там потрескалась стена. Ну, опять же, у нас швы кое-как заделали. Это спустя скандалов таких невыносимых. Швы были полностью пустые. Понимаете? От того, что его трясло несколько часов, швы полностью опустошились. Только посещением квартиры и внешним осмотром дома комиссия из округа не ограничилась. Учитывая количество обращений, проверили состояние подвала, коммуникации в нем и конструкции, на которых держится пятиэтажка. Надо решение комплексное принимать. Потому что развилка еще вот она есть. Если там условно дом будет признан аварийным, тогда надо комплексно благоустраивать. Что мы там частями будем делать. Если мы будем делать капремонт, тогда надо принять решение, что мы здесь делаем. Первое поручение по итогам визита – провести повторное обследование пятиэтажки. При поиске подрядчика, который займется решением вопроса, необходимо учесть мнение собственников многоквартирного дома. Контракт с организацией необходимо заключить до 15 июля. Кирилл Волконский, Ирика Булганиев. Вести Югория. Нижний Вартовск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова